Здравствуйте, уважаемые телезрители! В минувшие выходные 7-8 октября в нашем Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Григорьевича Водянова состоялась премьера «Цыганский барон». У нас сегодня в гостях две исполнительницы главных ролей. Это рядом со мной Ирина Визеренко и Лилия Духновская и режиссер-постановщик спектакля Владимир Иванович Подгородинский. Для начала я вам, наверное, представлю всю постановочную группу и сразу же у меня возникнет вопрос по этому поводу. Итак, автор сценической редакции, режиссер-постановщик Владимир Подгородинский, главный режиссер, заслуженный деятель искусств России. Дирижер-постановщик Вадим Перевозников, главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Украины. Художник-постановщик Степан Заграбян, лауреат театральной премии «Золотая маска». Художник по костюмам Ольга Резниченко, уже известная своими работами в нашем театре. И Алла Рубина, балетмейстер-постановщик, также вместе с вами ставили один спектакль. А вот фамилия Степана Заграбяна для меня, откровенно вам скажу, новая. Не совсем. Дело в том, что мы со Степаном в Одессе сделали «Фиалку Монмартра» в 2013 году. Это очень яркая работа. Ну, сколько лет? Ну, да. Ну, в общем, это такой спектакль достаточно неожиданный по сценографии. Поэтому Степан Орамович приглашен был. Сейчас уже я пригласил его на постановку «Цыганского барона». Ну, «Цыганский барон» для нашего театра, музыкальной комедии, это был достаточно знаковый. Он, по-моему, чемпион вообще по количеству показов. Он в 1971-1982 году дважды переживал. Это уже его третья реинкарнация, скажем так, этого спектакля. В новой сценической редакции вашей. Вот в чем, может быть, принципиально отличается редакция эта от предыдущих? Во-первых, я не знаю предыдущих. Поэтому мне легко. Поэтому вам было легче, да? Да, мне легко. Вообще принцип такой, когда режиссер уберется за какую-то новую работу и изучает все, что было вокруг этой работы в этом театре или, может быть, в каком-то другом, тоже известном театре. Для того, чтобы... Ну, это не мой метод. Я беру материал и с ним работаю. Мне показалась пьеса, которую я получил. Мы выбрали пьесу «Шкваркина». И мне она показалась очень раздутой, очень, я бы сказал, такой неозорной. Тяжелый вес на него. Да, мне нужно было просто сделать легкий, озорной спектакль с большим количеством музыки. Но Штраус и писал оперу. По сути, да? По сути, да. И когда его ребрекисты отнесли материал в театр Андервин, мы его посмотрели перед фактом, что это будет оперета. Так миленько. Вот и получилась оперета. Там совершенно фантастические, потрясающие, там развернутые музыкальные формы, финалы. Там все сделано по-взрослому и как бы в оперном таком, я бы сказал, ключе. А вообще удивительно. Это 1885 год, да, была первая постановка. Это уже больше 130 лет этому спектаклю. И он жив по сей день. Но, по сути дела, это новый вех, новый шаг, наверное, в развитии жанра театра опереты. Но, с другой стороны, все-таки в хорошем смысле старые оперные грехи не давали ему покоя. И вот тут у меня уже вопрос к вам, Лили. Ира, тяжелейший, наверное, для вокалиста спектакль? Достаточно сложный. Это нелегенькая, так сказать, такая оперетка с диалогами, с шуточками и так далее. Там достаточно трудная музыка. Музыка действительно очень тяжелая, но интересная. Нам, как вокалисткам, даже было крайне интересно спеть ее. Потому что, прежде всего, это музыка Штрауса. А во-вторых, мы ставим себе такие ступени, на которые пытаемся подняться и выше в своем мастерстве. Поэтому это очень интересно. Ну, кстати, это не первый случай, да? Когда театр, в общем-то, поражает просто действительно вокальными, совершенно потрясающими, именно вокальными ролями, исполнительством вокальным наших театров, театров музыкальной комедии. И многие зрители, они просто удивлены, действительно. Потому что где-то в ментальности... Ну, оперетка, это что-то такое легенькое. Ну да, и зрители тоже были на премьере. Чтобы были родные, близкие, выходили, что все слушают, что говорят другие зрители. И очень многие выходили и говорили, так это же не оперетка, это же целая опера. Ну вот поэтому очень приятно, что теперь люди понимают, что в оперете есть тоже голосистые. И поют, и танцуют, и достаточно. Вся история детских театров знает, когда вокалисты переходили из оперы в оперету, из опереты в оперу. Вы не боитесь, что после этого спектакля могут украсть? Ну, знаете, я к этому привык. Мы стараемся не заимствовать артистов, не переманивать из оперного театра в оперету. У нас есть некие прецеденты, но актеры музыкального театра, вокалисты, особенно если он хорошо обучен, хорошо поэт, естественно, стараются каким-то образом или сотрудничать с оперой, или работать, потому что... Ну, потому что почему-то потому, не знаю. Мне больше нравится работать с оперетой, честно говоря. Мне его перескучно. Ну вот я тоже... Я уже как-то так... Нет, ну, Владимир Владимирович, вы не ограничиваете, так сказать, себя в своих постановках, потому что вы любите рок-оперу, слава богу. Только люблю я. За десяток вам? Нет, больше, по-моему, да? 20 рок-опер. Я могу попасть в книгу рекордов Гиннесса, между прочим, вот так вот. Хотя у меня один рекорд Гиннесса есть за Орфея, мой личный рекорд. Спектакль пришел 2350 раз, правда, он был создан Марком Разовским в поющих гитарах, я его вернул к жизни, мы еще 500 раз сыграли, и рекорд был такой косвенный, как бы. Ну, не буду хвастаться, на самом деле это произошло. Вот, ну, не об этом разговариваю. Рок-опер – это моя беда, моя печаль, моя радость, это все, и я за рок-опер пришел в театр, на самом деле. Ну, потом мне еще понравилось и певеты. Вот, и, как бы, театр, ведь наш театр, он очень многогранен в своем жанровом диапазоне, очень. Если посмотреть на нашу политву, на нашу... Ты должен взять последние вот 2-3 сезона, и классика, и рок-оперы, потрясающие. Музыкальная комедия, она перета, советская перета, белая касса, сейчас сыганский барон. Был бал в совое, это на грани мюзикла и опереты, Моиси, и, ну, в целом, не только то, что поставил я, что ставил Жора Ковтун, тетушка Чарльвы, да, да, это и Роман, он жилет, и детский. Ну, короче, детская рок-опера, вот, «Царевна Ренгушка». То есть, это очень такой калейдоскопичный репертуар, который, может быть, зрителям интересен, и постановщикам также, потому что есть на чем... Ну, я думаю, что Перевозников просто купался в музыкальном интересе, потому что музыка просто потрясающая, вот. Вот, но нашим гостям, нашим девушкам досталось в классе, наверное, да, пришлось позаниматься прилично, потому что для того, чтобы потом выйти на сцену, надо было... Ну, это всегда ответственность. Это впеть надо было так, чтобы исполнять. Певали, все. Работали. Мы хорошие ученицы. Во-первых, да. На самом деле, уже есть и у Ирины, и у Лилии очень большой сценический и музыкальный такой певческий опыт. И я могу сказать о том, что они очень открыты к работе, они очень чутко прислушиваются к заданиям, к замечаниям и дирижера, и режиссера. А если артист открыт, если он себя чувствует как можно дольше учеником, вот, он имеет очень хорошие перспективы и в целом будущее. Как только человек понял, что все, я уже все постиг, все знаю, все, за это все. Он прекращает доказывать каждый день. Да, поэтому они очень открыто и хорошо работали. А Вадим Михайлович очень требовательный. Дело в том, что он буквально, ну вот, каждому окончанию фразы, здесь восьмая, нужно снять именно восьмую, четверть, все уже. То есть он очень-очень скрупулезно, очень-очень точно подходил к такому академическому прочтению этой музыки. Хотя сценографическое прощение и в целом сценическая история, она получилась достаточно озорной и такой стебовой. Потому что нам было важно сделать спектакль яркий, неожиданный и нестандартный, никак у других. Ну, на самом деле, речь-то шла просто о любви к этой земле, к родине, о ее красоте этой земли. Да, что мы хотели сделать спектакль, ну, актуализировать его, как-то мы с вами говорили, что такое осовременить и актуализировать. Осовременивание классики – это не очень правильное определение, а актуализация классики – это правильное определение. Так вот, актуальность этого спектакля в том, что, наблюдая нашу жизнь, молодежь, люди разных возрастов стараются подальше уехать отсюда. В Австралию, в Канаду, в Америку, в Германию, куда-нибудь, броситься в эту страну. Эта тенденция очень такая печальная. А наш Баренкай хочет жить на этой земле, он хочет создавать свой мир, ему это нравится. Мы об этом хотели сказать в этом спектакле, поэтому надо было придумать вот такой мир, в котором есть аист, а этот аист потом становится синей птицей Митриденко, а эта птица – счастье. Вот что вот, как-то так вот. Признаюсь откровенно, у меня, к огромному сожалению, не удалось вырваться ни в субботу, ни в воскресенье. Просто работа, так сказать, обычно я стараюсь не пропускать ваши примеры. Но следующий спектакль будет 25-го числа, кстати, обращаю ваше внимание, 25-го октября, это среда, середина недели. И поторопитесь, не будьте настоящими одесситами, которые всегда решают свои какие-то походы в театр в последние пару минут, и когда администратор начинает нервничать и говорить о том, что Вера начинает говорить, что ну что ж вы вчера, позавчера, за неделю не позвонили. Действительно побеспокоитесь, потому что билеты улетают. Поэтому смотрите, чтобы потом на нас не обижались. Ну и очень интересная вещь, кстати, тоже. Театр постоянно, театр живой, он постоянно, он выдумщик большой, он придумывает вот эти open air, открытие каждого нового сезона решается по-своему. Белая касса у колоннады, то есть вот эти, дефиле на этих электромобилях по городу, или то, что было возле мэрии, потрясающе совершенно, вот открытие сезона. А оформление внутри, я что-то вспомнил теточку Чарли, да, я еще с Леной Григорьевной, мы шутили, я говорю, знаете, я нашел кусочек, лоскуточек, так сказать, вот этого цвета, значит, ну, этой шотландской клеточки, которой, так сказать, стиль было оформления, вот, и требовал за это, значит, постоянный абонемент в театр, за то, что я вписался. В шарфиках ходят билетеры, а эти кораблики к белой акации. То есть все время вот вы не успокаиваетесь, вы, так сказать, не погрязли в своем каком-то академизме, там, классическом и так далее. Это очень здорово, то есть это показывает, что действительно живой организм, он живет, он жажит свежего воздуха, новых каких-то свершений. И вот этот спектакль тоже предваряло очень интересную вещь. Решили сделать фотосессию. Вот. Наши фотохудожники, ну, Боря Бухман, которого все прекрасно знают, Ирина Пригонова и Игорь Белов, они сделали прекрасные фотографии, давайте, наверное, мы на них посмотрим. Вот. Еще, кроме этого, большое спасибо конно-спортивному клубу «Стетсом», Одесскому зоопарку, Литературному художественному музею, за их гостеприимство и за то содействие, которое они оказали во время вот этой фотосессии. И, кстати, чтобы вы знали, эти фотографии экспонируются в фойе театра, и зрители могут еще раз вот в необычном таком, в необычных локациях сейчас принято, так говоря, да, увидеть наших любимых актеров. Тоже, наверное, с удовольствием, да, фотографировались? Это удивительно. Большое удовольствие. Да. С этими прекрасными, могучими такими животными. Нас вырвали между репетициями, мы, честно говоря, как будто даже отдохнули. Просто действительно попали на... Такого, по-моему, я не знаю, но, по-моему, такого театра как-то и не практиковали. Ну, есть фотографии обычно там с репетиции, да, вот размещают, да, вот, и там собирается какое-то определенное портфолио для музея театра и так далее. А вот такое вот... Вот это по-хорошему цыганщина, очень яркая, впечатляющая. Тоже, наверное, добавляет определенного колорита для, собственно... Собственно, если прежде чем зайти, так сказать, на спектакль и его посмотреть, вот, посмотреть эти фотографии, тоже где-то погружаешься в эту атмосферу. Вот. Венгерских цыган, прекрасной музыки, Страуса. А Страус, по-моему, многие вообще восприняли этот спектакль несколько критично. Вообще не ожидали того, что вот... Что у Страуса что-то получится. Считалось, что он уже, так сказать, человек пожилой, что он не потянет и так далее. В то время, да, как-то, но восприняли потом премьеру восторженную. Да, в процессе создания, написания материала было очень много сомнений, недоверия, и результат оказался совершенно противоположным, потрясающим. Цыганский барон был принят театральным сообществом, потом уже очень-очень тепло, горячо даже. А где вот эта фотосессия проходила? В Парк Победы. Где она только не проходила. И в Зоопарке, и в Победы, и на Живаховой горе. Когда я увидел, было очень холодно в Одессе, когда увидел артиста в хорах, которые собрались на Живахову гору, я был в шоке. Я думаю, ну, сейчас они приют, все больные. И уех, я что-нибудь сделаю с тем. Я им за эту фотосессию покажу потом. Нет, слава богу, все обошлось, остались живы-здоровы. Ну, это уже сценическая фотография. Это цветочки, да. Это уже финал, да. Это аплодисменты, браво и бессирование. Помнится, в свое время, вот еще в далекие 70-е, 80-е годы, было принято все знаковые спектакли, вне зависимости от того, какой театр. Во всяком случае, не только в Одессе, в других городах, но в Одессе это было принято. У нас тогда существовало только одно телевидение. Сегодня у нас в телекомпании больше трех десятков. То есть больше, чем вы поставили рукой, расскажите. Раньше было принято вот знаковые, очень интересные, яркие спектакли записывать. То есть делать телевизионную версию. То есть не сценическую, так сказать, воплощать, просто отразованную, вот то, что на сцене происходит, а именно специальную переделали под телевизионную версию. Вот сегодня, к сожалению, по-моему, митрополитеноператорка это делает. А у нас от этого не происходит. А хотелось бы, чтобы не уходил этот материал. Ну, слава богу, вот с белой акации тогда, в 56-м году, когда была поставлена, в 7-м году сняли ее специально. Мне кажется, что вот с точки зрения профессии, правильнее всего фиксировать спектакль, чтобы это не уходило, одной камерой. Когда, ну, есть небольшие, средние планы, когда некие наезды на солистов. А в целом, чтобы сохранить конструкцию спектакля, его композицию. Ведь, ну, для того, чтобы, скажем, экспертный совет «Золотой маски» понимал качество спектакля, они требуют только с одной камерой спектакль надо представлять. Вот, ну, что большое количество камер. Вот, а все то, что касается коммерческого вот такого производства и там 6-7 камерами снимать. Я, честно говоря, против этого. У меня был очень серьезный конфликт в Петербурге, когда Орфея снимали 8-ю камерами. Это дело совершенно бессмысленно, непонятно. И был даже такой случай, когда я запретил показ по Ленинградскому телевидению своего спектакля. Потому что один раз показали, мне показалось, что это плохо, потому что разрушен был спектакль, его структура. И, в общем, пришлось Орфею Ведику в праздничные дни на Новый год просто отменить. Ну, меня правильно поняли и так далее. То есть я против того, театр – это театр. Если его уже каким-то образом фиксировать, то грамотно одной камерой. То, что из «Белой акации» получился замечательный фильм, который стал просто, не знаю, символом, гимном Одессе и в целом, это хорошо. Это был художественный фильм, естественно, да. Это одно. Я вообще сам не люблю смотреть спектакли по телевизору, честно говоря. Ну, так уже иногда профессионально посмотреть, какие-то откровения. Действительно, наверное, в театре, когда смотришь на сцену, твои глаза сами выбирают то, что ты хочешь видеть. Ну, конечно. А тут тебе подсовывают иногда то, чего ты даже и видеть бы не хотел. В моей практике тоже были такие ситуации, когда мы там снимали, предположим, хореографические какие-то, так сказать, сцены. И когда оператор либо показывает, извините, одни ножки, либо показывает, так сказать, верхнюю часть. А рисунок танца, извините. Это в том-то и дело. И самые интересные вещи уходят. Придуманные режиссером, балетмейстером и так далее. Ну, в общем, так как-то... Ну, с другой стороны, понимаете, я просто что имел в виду, чтобы это запечатлеть, чтобы это не ушло потом куда-то... Ну, мы фиксируем все наши спектакли. У нас все спектакли обязательно записывают. Причем два состава. Оба состава записываются, профессиональные камеры. И это все в архиве. Это все держится, это все сохраняется. Ну, на цифру, естественно, делают. Это все в компьютере. И все, что в театре происходит, все у нас обязательно зафиксировано. Можно банальный вопрос. Без них нельзя в эфире. Творческие планы какие у вас? Ну, вот «Оскар» будет, даст Бог, в конце марта. Вот это такая малая форма по фильму с фюнесом. Музыка Марка Самойлова, это мюзикл с очень милым, замечательным барийским колоритом. Вот ощущения Франции, Парижа. Комедиа положения. Сложно говорить сейчас, забегать вперед. Мы рассматриваем несколько названий. Среди них «Алые паруса». Это тема для молодежи. Великая литература, современная музыка. С авторой пока не определились, есть киевские авторы, есть российские, есть разные авторы. Продолжение классики, естественно, надо делать, я думаю, «Принцессу цирка», надо делать и «Мориться со временем». Надо делать и те шлягеры, и те звездные названия, которые существуют в театре «Аперет». Очень хочется поставить, что что-то неожиданное из рок-опер, посмотреть, что может получиться. Но пока еще тоже рассматриваем, потому что все связано с приобретением лицензии. Это все достаточно серьезно. Потому что есть и «Джезус Крайз», «Суперстар», есть и «Морок-опера», «Моцарт», есть совершенно разные произведения, которые было бы неплохо. Потому что у театра уже есть позитивный, положительный опыт работы в этом журнале. Есть великие мюзиклы типа «Чикаго», «Кабаре» и так далее. Но это опять же связано с американскими лицензиями, с очень серьезной финансовой нагрузкой на театр и так далее. Как будет, будем посмотреть. Пока вот так. И хотел бы я еще Ирину спросить. Вот у вас прошла творческая лаборатория, молодые режиссеры показывали свои работы на вашей сцене. Наверняка ходили, смотрели, что вам запало в душу, что вам понравилось. Каждый режиссер по-своему был интересен. Тот материал, который был предложен, и те краткие сроки, в которые они должны были уложиться, и наши ребята очень все старались. Мы в этом не принимали участия, в силу того, что были заняты активно в постановке «Цыганского оборона». Мы их пощадили, да. Да, спасибо. Но режиссеры интересные были. Очень много для себя мы нового увидели. И очень надеемся, что придется с ними, получится с ними поработать. Но там итоги уже подведены или еще принимается решение? Тоже подведены. Подведены. Мы взяли в работу, не, как бы предложено было взять в работу. Ни одного должен победить один режиссер. Ну, мы сделали, дадим возможность трем режиссерам поставить спектакли. Потому что мне показалось, что Зеленский сделал хорошую работу. Кабар Булгаков сделал сильную работу за короткое время. И я запамятил фамилию Журавкова. И будет предложен детский спектакль. То есть два киевских режиссера. И один ленинградско-московский. Она из Петербурга. Но он учится на третьем курсе ГИТИС. Ищем сейчас материал. Я считаю, что это было очень правильное, очень нужное событие, которое готовилось за очень долго к театрам. И отнимало большое количество сил, энергии. В данном случае... Празили, извините, поразили наши актеры. Действительно, вот правильно немножко сказали. За короткий срок они такую колоссальную работу провели. И просто... Они отнеслись очень по-творчески к этому процессу. Им было очень интересно. Они соревновались. Каждый, да. Своя команда, свой режиссер. Но это показывает, в каком тонусе театра сегодня. Конечно. Причем это происходило все в самый разгар постановки Цыганского барона. Мы начали постановку Цыганского барона 11 августа. А 28 августа уже был показан этот шоу из пяти произведений. То есть, ставился барон, учили материал, учили роли, учили музыкальный материал. Режиссеры приехали, по-моему, 23-го, 23-го. Вот. И... В общем, театр звенел просто от работы, от хохот. Очень интересно было потом, после просмотра, вот, ну, вместе со зрителями тоже, вот, как ваши близкие родственники, да, подслушиваю тоже где-то, подслушивал, подспоривал. И, действительно, вот это решение взять троих режиссеров, наверное, и было предъявлено. Потому что люди спорили между собой, и он говорит, мне вот этот, да ну что ты, а мне вот этот, нет, лучше вот этот вот. И вот эти споры, наверное, как-то и показали суть того, что происходило. Момент в том, что эта лаборатория была экспертным советом и специалистами выделена. Вот из всех лабораторий, которые происходили в разных городах Украины и в Одессе тоже, эта лаборатория была самая щедрая на таланты, на режиссеров. И поэтому три. Есть лаборатория, где, в общем, и одного выбора было нельзя. Поскольку есть три достойных кандидатуры, почему нет? Мы решили нарушить несколько наших регламентов и дать возможность такому количеству режиссеров показать. Что ж, будем ждать от них новых постановок. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Еще раз напоминаю, в гостях у нас были главные режиссеры детского академического театра музыкальной комедии имени Водянова и исполнительницы главной роли премьерного спектакля «Цыганский барон» Талилия Духновская и Ирина Визеренко. Ждем 25 октября, чтобы еще раз посмотреть этот спектакль. Ну а дальше следите за афишей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»